Привет, мои хорошие! Сегодня мы будем с вами тестировать вот такую чистящую мусс-пасту Фаберлик. Итак, поехали! Специально подготовила загрязнение, до последнего держалась, чтобы все это дело сразу не очистить плита. Но здесь не так сильно, нет. Хочу еще попробовать на раковине разводы вот это все дело. И сейчас, конечно, достану вот эти конфорки вот здесь под ними, да, загрязнение посильнее, потому что я их достаю не каждый день, и тут уже будет показательно. Ну что, поехали! Паста, артикул 333. Кому интересно, состав показываю. Мыльный орех вижу. Вот так вот, интересненько. Это корейская линейка SoYan. Открываем, тестируем. Вас не пробовала, все только с вами. Здесь еще была вот такая крышечка. Есть меру предупреждения, на каких тканях, тканях, на каких материалах нужно с осторожностью работать. Смотрите, нам написано, мокрой губочкой взять небольшое количество пасты. Ну, небольшое совсем, надо побольше. Вообще губкой неудобно. Она действительно такая, как мусс. Такая вот, как мусс. Больше даже мусс, нежели паста. Вот прям много взяла. Написано, нанести на загрязненные участки и потереть при необходимости. Ой, смотрите, как хорошо. Под этими штучками-то. Так, ну-ка, вот тут. Так. Слушайте, очень быстро отходит. Я как бы знаю свою плиту, я знаю, что вот именно под конфорками, с усилием. А тут, вы видите, я особо даже не тру, вот протираю, усилие не прилагаю. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Я сейчас свет включу, мы с вами в темноте. Вот под конфорками, но я их неделю точно не доставала. Там всегда все скапливается и пригорает же под действием высоких температур. Мы готовим же, правильно? Мы же готовим. Вот. Поэтому тут всегда скапливается и удаляется с усилием. Вот, допустим, вот эти штуки. Но мне надо сейчас губочку немножечко сполоснуть. А то течет прям туда в дырочке. Так, сейчас я вот так всю плиту обработаю. Немножко губку отожму. И будем смотреть, где что отошло. Отошло. Вот эти два пятнышка меня прям интересуют. Ой, ну вот чуть-чуть усилие, грубо говоря, приложила. И все отошло. Очень круто, слушайте. Прям вот круто. И такой какой-то скрип, слышите? Вроде она паста без частичек. Но вот какой-то скрип присутствует. Моет до скрипа. Слушайте, ну красота. Так, вот тут еще, смотрите, видите, не отошло. Сейчас вот так немножко. Ага, чистенько. И здесь вот, вот эти вот места, вот они самые-таки ративные. Вот вот эти. Слушайте, ну все отходит. Но великолепно же. Вообще прелесть. Я такое очень люблю. Все, сейчас буду все смывать. Будем смотреть. Идеально чисто, фокус. Только вернись быстро. Он даже фокусироваться на этой красоте сверкающей не хочет. Слушайте, девочки, нет, разница все-таки есть. Вот, разница все-таки есть. И средством для духовок и плиты, другими нашими средствами. Я пробовала чистить плиту. Нет, здесь за две минуты блеск, шик, красота. Очень круто, мощная действительно вещь. Погнали тестировать дальше. Посмотрите, кругом до скрипа. Ну просто прелесть. Просто сверкает. На подходе раковина. Как бы показываю, да. Здесь, ну, от воды развода. Вот здесь вот налет у нас часто образуется. Сам кран. Вот тут налет. Будем пробовать. Вообще, ну, вот это все очень хорошо убирается в металлической черной губке феверлик. Но мы с вами тестируем пасту. Да. Поэтому погнали влажной губочкой. Ой. Вот так все как следует обрабатываю. Все раковина. Вот тут. Так. И вот здесь все. Как бы все. Шикарно, девочки, шикарно. Смотрите, кран какой. Как блестит. Меня в нем видно, наверное, даже. Смотрите. Какая красота. Вот эту полосу очистила. Легкий какой-то след остался. Но я не сильно. Очистился налет. Блестит. Все сверкает. Вообще красота. Вот просто красота. У меня вообще с вот этой полосой, которая здесь периодически образуется, справляются только губка феверлик черной с металлизированной нитью. Средства никакие не справляются. Здесь все отлично. Вот тут, конечно, потереть пришлось. Вот тут немножко потереть. Но в целом, ну, прям вообще супер. Прям вообще супер. Поэтому действительно паста мощная. Смело могу рекомендовать. И, конечно, работайте в перчатках. Потому что я чувствую сухость рук. Руки, она, конечно, повреждает. Лучше работать в перчатках. Все блестит. Все сверкает. Протерла. Вот тоже синий тряпочкой феверлик. Любимый. Просто замечательно. Мне понравился. Знаете, мне понравилось. Действительно вещь мощная. Сравните ей с чем. Класс. Рекомендую. Так, ну что, мои хорошие. Теперь расскажу вам про серию самбо дырио. А здесь действительно есть что рассказать. Давайте начнем с тех средств, которые предназначены для упругости тела. Итак, первый продукт. Скраб. Уже несколько раз им пользовалась. Есть что сказать. Скраб для тела. Очень вкусная одушка. Невероятно вкусная. Консистенция густая. Но перед применением советую его размешивать. Потому что сахар оседает. И сверху как бы такая жижа. Скраб, девочки, не пенится. Поэтому, кто рассчитывает одновременно поскрабироваться и помыться, нет. Сначала моемся, потом скрабируемся. 1-4-4-2 артикул. Расход у него достаточно большой. Объем небольшой. Мне вот такой баночки, наверное, на 3-4 раза максимум. На 4 максимум. Два раза я его уже использовала. Я его, кстати, попробовала еще и на лицо. Великолепненько, классно, здорово. Одушка яркая. Вот сейчас прям банку открыла. Одушка яркая, тропическая. Слегка кокосовая, сладенькая, с фруктиками. Понравился. Скраб как скраб. Как бы все отлично, все нормально. Кто знаком со скрабами Фаберлик, в принципе, все то же самое. По поводу дальше с вами поговорим. Крема для упругости. Фокус вообще не хочет ни на чем фокусироваться. Для упругости. Ягодиц. Вот. Вот так вот, да. Смотрите, сколько я его уже израсходовала. То есть много. Я крем для ягодиц наношу на ягодицы, ноги и живот. Я решила так. Пусть все будет упругим. Крем для бюста на бюст и руки на проблемные места. Сразу говорю, чтобы вы знали. Так, что хочу сказать. Действительно, кожа становится гладкоупругая. Так, артикулу крема. Объем здесь тоже небольшой, как и скраб. Сейчас скажу. 1444. Он такой прям жирненький-жирненький. Но вот даже не жирненький, а питательный. То есть его на кожу наносишь, жирной пленка. Ее нет. Она не ощущается. Сейчас по ноге размажу много взяла. У него достаточно тоже яркая одушка. Очень похож на скраб. Очень похож. Жирности никакой вообще крем за собой не оставляет. Очень интересная текстура. Он мне, кстати, понравился больше, чем крем для груди. Вот если именно брать в расчет создание упругости или еще что-то в этом роде. Поэтому крему, сразу говорю, ставлю зачет. В общем, пленки никакой нет. Кожа напитанная и она как будто разглаженная. Вот глажа становится. То есть даже внешний вид, как вам описать, бедра, ноги изменяется. То есть становится такой красивый, как бы подтянутый. То есть даже внешний вид. Я не знаю, как это работает. Может быть такое вот прям усиленное питание. Но опять же, пленки никакой нет, жирности никакой нет. Мне очень понравилось. Вот я хочу его потом попробовать использовать для бюста тоже. Потому что прям вот классно. Я вижу как бы, я выхожу из душа. После каждого душа я наношу заново крем на участке тела. И я вижу разницу. Я вижу разницу. Я реально ее вижу. Не наносишь, как бы все как было. Наносишь, разница есть. Возможно, банку когда-то использую, будет какой-то накопительный эффект. Если будет, обязательно буду вам рассказывать в обзорах каталога, в пустых баночках и так далее. Дальше. По вот этому вот крему. Укрепляющий крем для бюста у нас с вами. Артикул 1399. Его использую на бюст, собственно говоря. И на руки. Вот он немножко как-то полегче. У него вот такого прям эффекта, как от этого крема, я не вижу. То есть, когда вот наносишь и визуально видишь, что вот кожа как-то более разглаженная что ли стала, да. Не вижу. Но мажу, упорно мажу. Но упругость чувствуется. Вот упругость тоже чувствуется. Кожа более упругая. Опять же, жирной пленки никакой нет. Но он такой плотненький, плотненький. Но как-то вот что ли чуть полегче, нежели вот этот. Но интересный тоже продукт. Мажусь тоже после душа. Прям регулярно-регулярно. И тоже буду держать вас в курсе. Мист. Вот этот продукт прям произвел фурор. У меня его Ксюшка первая нанесла на кожу после душа. Попшикалась, как духами, грубо говоря. И что-то ходит, ходит. Я об этом не знала. Чем в квартире так вкусно пахнет? Но чем так вкусно пахнет? Что до духи? Кто надушился? Ты говорю, Ксюшка, она, я вот этим мистом. Вот он очень интересный. Он очень интересный. И он раскрывается. В чем его отличие? Так, артикул я вам сказала. 14.45. Океан. В чем его отличие от предыдущих мистов Фаберлик в линейке Витамания? Я не скажу, что он прям супер-пупер увлажняет. Там или убирает шелушение. Нет. Но есть легкие ухаживающие компоненты. Все такие продукты я люблю брать на лето, на море с собой. Когда загораешь, охлаждают хорошо как бы. И в то же время есть легкое увлажнение. Оно реально есть. Он здесь более парфюмерный. Более парфюмерный. То есть если Витамания, она на коже у меня лично не остается. Вот его попшикал после душа. На мокрое тело можно. Я люблю иногда. Вышел из душа, и через 10 минут ты не чувствуешь аромат. То здесь его чувствуешь несколько часов. И он классный, и он раскрывается. Вот сейчас попшикала на руку. То есть из флакона он один. Он похож на синюю линейку. Здесь ощущается кокос. Здесь ощущаются тропические фрукты. А на коже потом раскрывается каким-то крутым парфюмом. Вот прям нереально крутым. Сижу сейчас, нюху руку. Проходит буквально несколько минут. И это какой-то интересный, классный парфюм. На что похож? Даже не знаю, на что похож. Не на фаберликовский. Нет, не на фаберликовский, а даже больше на эйвенский, если честно. Парфюм какой-то похож. Вот такой вот интересный, насыщенный аромат. И причем совершенно другой. Не как из флакона. Из флакона так, а на коже так. Но опять же, кожа у всех разная. И по-разному передает, впитывает и отдает ароматы. Поэтому здесь прям вот круто. Какой-то новизны, чистоты и свежесть есть. А вот эта вот какая-то гурманская нота фруктиков, кокосов, она вообще уходит. Вот вообще уходит. И остается нереально крутой аромат. Поэтому мне понравился безумно. И с учетом того, что еще он держится несколько часов на коже. То есть его вполне себе можно распылять и на одежду, мне кажется. И на постельное белье. Кому вот аромат, как мне, зайдет. Я буду распылять везде. На тюль там. И, конечно, после душа на тело. Вообще классно. То есть кожа и увлажненная. Легкое такое увлажнение. Легенько-легенько. И вот этот вот аромат бомбезный, который несколько часов вокруг тебя витает. Мне очень понравилось. И обязательно в следующем заказе себе таких, если не исчезнут со склада, несколько штук возьму. Так, все вам рассказал. Но по гелям для душа все понятно. Они классные, суперские. Жидкое мыло тоже густые, ароматные. Все замечательно, все отлично. Серия вообще классная, сочная. Такая летняя. Мне понравилось. Берите обязательно. На подарки можно взять. Красиво, презентабельно и качество отличное. У нас с вами осталась пудра. И что-то у нас с вами еще осталось. Это уже в следующем ролике. Будем разбирать. Поэтому не переключайтесь. А ссылочка для регистрации Фаберлик, как всегда, под видео. Пудру обязательно разберем с вами подробно. Там много интересных моментов с ней. Уже в обзоре заказа вы поняли, да? И какие-то еще продукты. Новиночки посмотрим тогда. А, еще у нас с вами пятновый водитель. Спрей пятнового водителя. Мне самое интересное. Без вас не пробую только с вами. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok